Это корпус радиостанции зарубежного производства. Всего несколько часов и на Калужском предприятии создадут точную копию этого прибора. Но сначала нужно отсканировать образец, чтобы программисты и инженеры составили чертеж с учетом всех неисправностей оригинала. И вот уже по нему создадут новую совершенную радиостанцию. Точнее напечатают на 3D принтере. Если в быту что-то вышло из строя, либо на производстве, и сервисные службы не отвечают, либо в связи с санкциями недоступной поставки каких-то запчастей, можно воспроизвести. То есть создать точную цифровую копию. Причем создать можно копию чего угодно. От зубных имплантов до деталей для самолета. И если обычно на их разработку и производство уходят месяцы, здесь их сделают максимум за сутки. Детали не вытачивают из болванки, а как бы выращивают. Слой за слоем по выделенному контуру напыляется специальный порошок, который затем спекается лазером. Таким образом можно изготовить деталь любой сложности. Причем конструкции получаются надежнее, эффективнее и минимум в два раза дешевле зарубежных аналогов. Если говорить о абсолютно такой же компании, но где-то за рубежом, то наверняка мы будем дешевле даже за счет расстояния передачи изделий, логистики и тому подобное. Так, после введенных санкций, принтеры и сканеры на предприятии работают на износ. Больше заказов появилось и на предприятии в Екатеринбурге. Здесь производят теплообменное оборудование. Его используют почти на каждом предприятии. Например, на теплоэлектроцентралях, откуда в российские квартиры поступает горячая вода. Раньше на ТЭЦ поставлялось зарубежное оборудование, которое часто выходило из строя. Стоимость его ремонта в том числе закладывали и в оплату за отопление. Сейчас многие компании решили полностью перейти на оборудование отечественного производства. Наше оборудование может быть до двух-трех раз компактнее, чем у конкурентов, чем аналоги. Что это означает? Это означает, что металлоемкость, количество металла, соответственно, себестоимость значительно ниже. Наше оборудование позволяет значительно снизить капитальные и операционные затраты. Сейчас в России работает около двух тысяч высокотехнологичных предприятий. И стране они дают не только уникальные разработки, которые помогают сделать жизнь россиян комфортнее, а еще и новые рабочие места. Высокотехнологичные компании являются основным поставщиком, генератором создания новых рабочих мест. То есть это компании, которые всегда быстро растут. В России сегодня айтишники активно поддерживаются, выделяется достаточно большое финансирование, существуют различные меры поддержки. Одна из них – льготная кредитная программа. В рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» компании могут взять до полутора миллиардов рублей по минимальной ставке – 3%. Но есть условия. Объем выручки должен составлять от 100 миллионов рублей, темп роста компании не менее 12% за последние три года, а также наличие инвестиций в исследования и научные разработки. Заявку на кредит можно подать до конца этого года на цифровой платформе msp.rf. Эксперты рассматривают ее до 36 дней.